Привет, ребята, это Алена. Сегодня с вами говорим про лучшие средства в борьбе с аутоиммункой. Соответственно, во многих случаях история с аутоиммунными заболеваниями есть очень у многих, но просто не все об этом знают. И хочу с вами поделиться некоторыми моментами, которые улучшат вот эту всю историю. Вот какими бы способами не лечились аутоиммунные заболевания, все равно я вижу какие-то проблемы в этом всем. Но у меня есть одна история, это периодическое голодание. Что это делает? Это очищает клетки, клетки мусорные в вашем организме и создает вам лучшее физическое и эмоциональное состояние. Соответственно, что могу сказать? Что голодание доступно всем. Голодание может остановить иммунную атаку, голодание может оказывать иммуномодулирующее действие. И голодание способствует росту регенерации действий на ткани. Соответственно, если мы понимаем, что есть проблемы, то очень-очень важно начать вот эту историю. Или можно голодать по 20 на 4. Но самое важное в этой всей схеме, что если у вас есть какие-то такие моменты, нужно сосредотачивать сначала внимание на диете. То есть нельзя так, я мусорно питаюсь, а потом пац, я начинаю там голодать. Это еще хуже. Это называется дефицитарный организм, он начинает разрушаться внутренне. Соответственно, я могу сказать, что просто, чтобы хотя бы снять частично воспаление, голодание может вам очень-очень сильно помочь. Но для этого нужно думать заранее о диете, ее продумывать, составлять. И, соответственно, голодание способствует росту и разнообразию микрофлоры кишечника. Это иммунная система. И голодание помогает убивать раковые клетки, улучшать когнитивные способности, настроение и нормализовывать метаболизм. Соответственно, эта тематика работает, но ее нужно практиковать очень правильно и думать заранее о том, что будет поступать. Это не про то, что вы там пьете кофе и воду, а ваш организм не имеет. Вот можно по ногтям проверить лунки, увидеть или не увидеть, увидеть белые точки. То есть увидеть дефициты у человека, а этот человек еще пойдет голодать. Ну, спасибо. Такого делать не нужно. Нужно думать о том, что у меня, в принципе, рабочий организм. Я, в принципе, долго нормально питаюсь и, соответственно, потом уже думать о ПГ. Пока.